Мы выехали из города утром в субботу, доехали до Зеленограда объездными тихими дорогами, остановились там посидеть. Так как мы уже были в Зеленограде, мы знали, что у нас там есть отмеченное место KFC, в которое мы зашли, немного там отдохнули. Когда мы выезжали из Зеленограда, мы сначала хотели выбрать более длинную, но спокойную дорогу, но так как мы хотели, наверное, сэкономить километры, мы поехали по М10. Клин, в принципе, нам понравился. Достаточно тихий, маленький, красивый город со старинной архитектурой, он малоэтажный, он не такой шумный, как Москва. Но единственное, что дома, конечно, в разрухе и нуждаются в ремонте. Там у них очень красивый Сестрорецкий парк, очень организованный, очень обустроенный. Нам его рекомендовала же девушка, которая работала в отеле, как одну из достопримечательностей. Есть очень красивые торговые ряды, которые все еще действующие. Единственное, может, они немного испорчены современными вывесками, но так достаточно красивые. А потом мы пошли в какую-то стремную шашлычную и поели в этой шашлычной, так как там не было никого. Мы сначала еще напряглись, почему там нет посетителей. Оказалось, что все движение происходит наверху, так как там дискотеки. В сравнении, когда мы ехали по Морсковской области, там было комфортно, там была широкая обочина. Там были фуры, но к которым мы, в общем, быстро привыкли. Ехали просто в своей стороне на обочине. Они нам сильно не мешали. А если мы пересекались, то они нас достаточно аккуратно объезжали. Никакой агрессии со стороны водителя мы не увидели. Все было достаточно спокойно и ровно. Попадая на Тверскую область, конечно, все говорят, многие, что там ужасные дороги. И, собственно говоря, нам попалось... У нас был кусок очень узкой обочины. Одеться было фактически некуда и ехать было неудобно. И, как назло, там был огромный поток фур, которые просто машины за машиной ехали. И этот кусок был дискомфортным, но, слава богу, он закончился быстро, так как там был выход на платную дорогу, и они все ушли в ту сторону. Звучит музыка. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас позавтрак на веранде есть? Ну, сейчас найдем. А верики можем как-то... Может, вам там удобнее будет. Ага. Подавайте, хорошо. Ага. Ага. Отлично, да. Где-нибудь тут поднемся. Ну, давай едем с нами. Завтрак еще есть, да? Да, еще и завтрак. Ага. Хорошо. А с набрюк. Ну, как? Ну, как тут ездить? Такое посторонное, что? Ну, так. Так. Ну, так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Надо было тебе гравийник покупать Я бы этим был покупал Добрый день Автостопщики, да? Видимо, да Смотрите, как хорошо Сидят себе на обочине Мы тоже хорошо едем, сейчас машин меньше значительно А? Машин меньше значительно Да Может потому что обед Дорожок 24 Зелочок 89 Петербург 484 Удалл Массифон Глоб Субтитры делал DimaTorzok Надо бы Створяется асфальт Торзок Варламову Торзок понравился Потому что Торзок очень хорошо живет за счет этого заведения Это гастром Он очень много налогов Очень много кормит Там очень много работников Которые работают вот в этом учреждении Почувствовал, как газом воняло прям Запах такой газа был прям Как будто бы открыли газ И он сказал, что если в Волочке Типа там много уничтожено Очень много всего застранили Торзок он такой более приятный Даже видишь, там исторические здания есть Нет Нет, не останавливаться, да? Не останавливаться на остановке А не подскажете, а где у вас тут исторический центр или что-нибудь такое? Ну, да, ну, в принципе, вот здесь вот идет гостиница Пожарского Там будет музей Пушкина дальше Ага, а есть такое, чтобы что-то поесть, перекусить, какая-то площадь или что-то такое есть у вас в городе? Нет, нет Такого нету похожего там? Дальше просто чикен Ага Вот там вот перекусите, там гостиница Пожарского, Дом поиска Ой, там будет музей Пушкина, Дом поиска А магазины там какие-то есть дальше? Да, ну, тут желтое здание, вот это большое, ну, типа торговаться То есть это по центра города, по идее, вот тут, да? Ну, да, да, тут подерживаться, да, старая единая Ага, хорошо Ну, спасибо огромное Пожалуйста Ну, значит, примерно где-то здесь Все это красиво Электромаркет, смотри Электромаркет, смотри Электромаркет, смотри Электромаркет Вот здесь Газпром, видишь? Дверь Займа, пекарня Вооо, вот она площадь Вот она площадь Давай сюда, что ли Сейчас я посмотрю тут так Во, площадь А ты не туда поехал? Не знаю, просто вот площадь Давай тут фотки сделаем Вот Chicken House Там магазины есть Тот я Ммм, привет А девятый Продолжение следует... Время 5.48 Пройдено 70 км Осталось еще примерно 70 Вот, легли на М10 снова Надеюсь, что мы все-таки быстрее доедем Потому что время уже 6, солнце уже заходит Вот Если мы за 2 часа Проедем, например, эти 70 км, что вряд ли Ну, 60 как бы Возможно Я думаю, что мы 3 часа все равно ехать будем Придется включать свет Однимать железо И ехать в полутьме с курами Будет жестко Да, очень Очень Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тихо-тихо, аккуратно, не падай В коровке... В коровке... Вон, сзади... Мне кажется, мы немного им мешаем... Главное, чтобы они нас не заблодали... Да... Добрый вечер... Добрый вечер... Как тебе, Настя? Прямо по маршруту или нет? Да, по маршруту... Мы просто типа срежем чуть-чуть ленинградки И вот, видишь, тут природа Реально прям очень красиво Прям река... Сколько километров? Очень сильно, кстати, похоже на мою деревню, да? Да, похоже Потому что вот эти холмы... Ну, вот как у тебя Да? Это я в какой-то момент, видимо, камеру выключил Получается, я часть не снял Офигеть Жалко, что я это не снял Тут прям реально гравийка такая Гравийная Дорога, коровами пахнет, кстати Парным молочком, мне кажется Дома старые, деревянные Шо, реально как у меня в деревне, помнишь? Паришь вперед, и я даже носусь Реально как у дяди Юры, помнишь? Вот такая же штука прям у него дома У дома стояла Помнишь? Дяди Юры? Да Так я его не видела никогда Ну нет, у его дома Мы же там ходили к его семье Вот Да, какая штука Такой прицепик Тут прям живописненько Причем деревья, ну, эти дома есть Даже вот целые, вон там, из сруба Да Обычно вот в деревне Даже мой дом деревенский Он перестроен Он построен уже из этих, из кирпичей Типа А, ну из досок обычно Нет, он кирпичный, ты че Он покрыт этими Этот, основное здание кирпичное А там пристройки всякие Они из досок Вот Прикольненько Дивенно прям как у меня в деревне, да? Да, да Интересно, а выдропушку тут, наверное, выдрого это? Да я его знаю Наверняка Вот тебе гравичка Да Я знаю, я знаю гравичка Зато без фур Красивый дом Ага Сверочки Запах такой Приятный Хорошая горка, да? О, Валдай появился Отлично Валдай 115 Питер 412 Отлично Отлично У вас есть туалет? Нет Вообще нигде нет 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 туалета Тургут нефтеган Вообще на другой стороне дороги И он, короче, далеко Да, нам ближе До этого Ну, поехали Либо любая кафешка по пути О, тут идет сужение Это беда У нас осталось еще примерно километров 13 Там едет Настя Тут вот такой классный закат уже на горизонте Скоро уже будем в отеле Будем отдыхать Потому что 140 На 134 километрах Это много, конечно Тургут нефтеган Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ты поняла? ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»